Вязание очень интересного двухцветного узора. Прямо не узор, а какой-то вихрь. Набираем количество петель кратное 6 плюс 1 петля. В первом ряду кромочную петлю снимаем и затем все петли провязываем лицевыми до конца ряда. Затем переворачиваем работу. В следующем ряду меняем цвет нитки и будем вязать следующий раппорт. Одна петля снимается, затем делаем обратный накид на спицу, поддевая нитку снизу и провязываем лицевую петлю. И так повторяем еще 4 раза. Накид, затем лицевая петля, накид, лицевая петля, накид, лицевая петля. Всего так повторяем 5 раз. Еще один раз. Накид, лицевая петля, затем следующая петля снимается без провязывания, нитка сзади. И повторяем то же самое. Накид, лицевая петля и еще 4 раза. Накид, лицевая петля, накид, лицевая петля, накид, лицевая петля, накид, лицевая петля. И так вяжем до конца. Я провязала и переворачиваем работу на другую сторону. В следующем ряду крайнюю петлю снимаем, затем следующую петлю переносим без провязывания и спускаем накид. Таким образом эта петля становится длинной. И также спускаем все 5 петель розового цвета. Вот они получились. Все на правой спице и все они длинные. Возвращаем их обратно на левую спицу, таким образом, чтобы правая спица оказалась спереди, а левая сзади. Теперь переносим рабочую нитку и провязываем изнаночную петлю. Петли не снимаем с левой спицы. Теперь делаем прямой накид на правую спицу и опять провязываем изнаночную петлю. Повторяем еще раз накид на правую спицу и опять вяжем изнаночную петлю. Вытягиваем петли немножко длиннее. Теперь группу петель с левой спицы можно снять. Следующую петлю снимаем без провязывания, нитка спереди. Далее повторяем то же самое. Снова снимаем 5 петель, накиды сбрасываем, петли улиняются и таким же образом их провязываем. Затем голубую петлю снимаем без провязывания. Вот что получится. Тут самое главное правильно снимать вот эту вот голубую петлю, чтобы нитка была спереди и чтобы все накиды были сняты. И теперь переворачиваем на другую сторону. Смотрите, как с этой стороны красиво. В следующем ряду снова меняем нитку и кромочная петля у нас провязывается лицевой петлей. Далее все петли в этом ряду провязываются лицевыми. Розовые петли провязываем обычным образом. А вот эту голубую петлю провязываем таким образом, чтобы захватить вот эту спущенную розовую нитку. Вот так мы ее поднимаем и далее вязание повторяется. Снова обычные лицевые петли. И следующая лицевая петля вяжется таким образом, чтобы поднять вот эту нитку. То есть мы спицу заводим за нее и продеваем таким образом петлю. Это можно делать еще чуть-чуть по-другому. Для этого переносим вот эту петлю на правую спицу, затем поднимаем вот эту ниточку, которая у нас была спущена, переносим налево и провязываем лицевой петлей. Вяжем так весь ряд. Вот я уже провязала и переворачиваем работу снова на изнаночную сторону. В пятом ряду крайняя петля снимается без провязывания и затем все петли в этом ряду лицевые до конца ряда. Я провязала, работу переворачиваем и в следующем ряду будем менять нитку. Он будет провязываться также как первый ряд, только в шахматном порядке. И чтобы начать этот ряд снимаем сразу 4 петли, перенося их на правую спицу. После этого делаем обратный накид и провязываем следующую петлю лицевой. И так повторяем 4 раза. Обратный накид, лицевая, обратный накид, лицевая, обратный накид, лицевая и еще раз. Обратный накид, лицевая. Затем 1 петля переносится без провязывания направо, нитка сзади и повторяем то же самое. Обратный накид, лицевая, обратный накид, лицевая. И так 5 раз. Уже 3 раза, 4, 5. И так вяжем до конца весь ряд. То есть он вяжется так же как первый, только начало немножко другое. И в конце ряда тоже все петли переносим без провязывания на правую спицу. Поворачиваем вязание. Теперь переносим эти петли опять направо. Хотя можно было их и не переносить в конце прошлого ряда. И снимаем петли с правой спицы. Розовые. Накиды спускаем так, чтобы петля вытянулась. И вот таким образом снимаем 5 петель. Чтобы накидов не осталось. Вот 5 петель. Теперь вводим левую спицу в эти 5 петель. Таким образом, чтобы правая спица оказалась спереди, а левая сзади. И провязываем изнаночную петлю. Не снимаем эти петли. Делаем прямой накид. Немножко вытягиваем нитку. И снова провязываем изнаночную петлю через эти петли. Тоже вытягиваем нитку. Опять прямой накид. И снова провязываем изнаночную петлю. Вот, готово. И теперь необходимо держать нитку спереди и снять голубую петлю без провязывания, чтобы не оставалось никаких накидов на правой спице. Далее повторяем то же самое. Снова снимаем эти петли, а накиды сбрасываем. И последний тоже обязательно. Переносим их на левую спицу, чтобы правая оказалась спереди. Вот сейчас у меня ошибка. Нитка оказалась внутри. Нужно, чтобы нитка была спереди. Вот так правильно. И провязываем изнаночную петлю, не снимая петель с левой спицы. Прямой накид. Опять. Снова прямой накид. И еще раз изнаночная петля. И далее нитка у нас спереди. Переносим следующую петлю. И дальше повторяем то же самое. В конце этого ряда 4 голубые петли. И переносим их направо. Все 4 без провязывания. Вот ряд закончен. И работу переворачиваем. Теперь нитка меняется. Крайняя петля снимается без провязывания. И все петли в этом ряду у нас будут провязаны лицевыми петлями. Самые первые просто провязываем. Затем розовые петли тоже обычным способом провязываем. А вот следующую петлю, вот эту голубую, провязываем по-другому. Переносим ее направо. Затем поднимаем эту розовую петлю, которая у нас сзади. И провязываем их вместе. И так далее. Я уже показывала, как вязать такой ряд. Поэтому мы не будем на нем долго останавливаться. Девятый ряд просто провязываем лицевыми петлями до конца ряда. Вот, готово. Далее начинаем вязать с самого начала, как я уже показала, повторяя все эти ряды. Вот такой узор получается. Можно использовать его для вязания шапки. Нажмите на колокольчик, и вам будет мгновенно приходить уведомление, как только появятся новости. Дорогие друзья, хочу вас очень поблагодарить за теплые отзывы о моих уроках. За то, что подписываетесь, ставите лайки и остаетесь со мной. До новых встреч!